Я бы хотел вернуться к тому, с чего мы начинали, к минским договоренностям. Я бы это даже связал к упадку гривны, потому что я думаю, что вот эта экстренная дипломатическая миссия Меркель и Голланда и упадок гривны, они связаны с тем, что минские договоренности сейчас В принципе, раньше они еще как-то были и как бы на них можно было ссылаться Сейчас уже невозможно на них ссылаться, потому что сепаратисты расширили территорию И, видимо, они не отступят, и поэтому все, о чем договорились Я не понял, вы согласны с тем, что падение курса валюты национальной связано с дестабилизацией обстановки? Может быть, я не экономист, но я могу себе представить, что, так сказать, логика того, что Экономические акторы или деятели, они ждут мира И вот мир только мог до этого прийти через эти, чтобы эти минские договоренности еще в какой-то момент бы воплощались А сейчас это уже не выглядит так и вообще непонятно, о чем сейчас можно договариваться Ну хорошо, вот как вы думаете? Вы, может быть, лучше всех нас понимаете мотивы канцлера ФРГ? Решение могло бы быть... Я думаю, что решение это не дипломатия и не война Я думаю, что дипломатия уже показала, что она не работает Были уже всякие соглашения, и Женевская декларация, и Минские, и раньше И война тоже, ее нельзя выиграть против России Хорошо, если не дипломатия и не война, то что? Я думаю, ключ в том, что российская экономика, она очень тесно связана с экономикой Европейского Союза Но, к сожалению, пока что Украина не выигрывает информационную так называемую войну в Европе Поэтому пока что общественное мнение Европейского Союза еще не готово к введению более жестких санкций Которые бы привели к тому, что были бы убытки для, скажем, европейских компаний Но, в принципе, этот потенциал, этот рычаг у Европы есть Поэтому, вот мой совет был бы, это не вести информационную войну Иногда так думают, что вот Россия ведет информационную войну И мы сейчас тоже будем там что-то плохое про Россию говорить Это не срабатывает Диалектика такая, что западная общественность, она должна поверить, как бы, украинским заявлениям Украинским... Но вот срабатывает ли это дипломатия? И это нужно... Мысли я слава, спасибо Я, например, тут встречаю западных журналистов, которые мне говорят Они там что-то посылают в какое-то министерство, какой-то запрос и не получают ответ Это огромная проблема для Украины И там кто-то, там в Министерстве иностранных дел или в администрации президента еще знает, как общаться с иностранными журналистами А в других министерствах там не очень этим и не интересуются Или какой-то неприятный вопрос им задают, и они не отвечают И поэтому Россия пока что, она умеет манипулировать западные общественности через свои каналы Результаты, ну скажите, результаты какие? Вот на самом деле, одну секунду Юрий, потом я вам дам слово Да, Юрий, я хочу вас сразу А у вас есть микрофон уже, я хотел попросить Алексея, чтобы он вам дал микрофон Я не заметил, что у вас уже есть Вопрос простой Вот эта политика, о которой вы говорите Информационная война, которую Россия ведет в Европе Она приносит свои плоды Насколько серьезны разговоры о том, что очень сильны позиции по-прежнему, скажем, в Германии Людей, которые выступают за ослабление санкций Вы говорите, что санкции не работают Что надо понять Путина и чуть ли не простить И пойти к нему навстречу, и вернуться к тому, что называется бизнес as usual Бизнес, как всегда Ну, просто оно сработает Потому что пока что нет еще более серьезных санкций И санкции могли бы еще быть намного более серьезные Просто общественность пока не видит в этом Она думает, что тут гражданская война И там есть правые экстремисты на одной стороной Правые экстремисты на другой стороной Потом, это непонятно, что там со снайперами было там И непонятно с Евромайданом, что было А объяснить все это не очень стараются То есть там все говорят, что Россия плохая, плохая Ну, действительно, диалектика просто Вы считаете, если я вас правильно понимаю, что есть проблема голословности тех заявлений, тех обвинений, которые звучат отсюда, из Киева Они просто не работают на западную общественность Ну, Андрей...